Сегодня действительно великий праздник. Для киевлян, да что там говорить, для каждого украинца. Друзья, срочная экстренная новость. Коллаборанта и предателя Илью Киву ликвидировали на территории России. В Подмосковье обнаружили тело экс-депутата Верховной Рады Украины, предателя и коллаборанта Илью Киву. Об этом сообщили источники в начале РНТВ. В этом блоге вы узнаете все эксклюзивные подробности, кто ликвидировал, как ликвидировали. Были ли это огнестрельное ранение или колотая рана. Все эксклюзивные подробности с видео вы посмотрите в этом блоге. Друзья, прошу вас поставить лайк этому видео, подписаться на мой YouTube-канал «Даша Счастливая» и, конечно же, поставить лайк и комментарий. Прошу вас это сделать. Мы сегодня обсуждаем экстренную новость, все детали спецоперации убийства предателя Ильи Кивы. Ну что, друзья, начинаем. Начинаем с этого видео Ильи Кивы. Действительно великий праздник. Для киевлян, да что там говорить, для каждого украинца. Коротко и ясно, и по сути. Ну что ж, разбираемся в этой ситуации. В Подмосковье обнаружили тело экс-депутата Верховной Рады Ильи Кивы, сообщает источник РНТВ. Официальная информация не подтверждена. Кива был членом правого сектора и выступал в таком качестве на Майдане. Позже руководил борьбой с наркотиками в украинском МВД. Прямо перед войной он уехал из Украины в Испанию, а потом переместился в Россию, став предателем и коллаборантом, где превратился уже в российского пропагандиста, который поддерживал нападение России на нашу страну, Украину. В доме в Подмосковье нашли тело экс-депутата Верховной Рады Ильи Кивы. РосМИ сообщили, тело Ильи Кивы было обнаружено сегодня днем около трех часов. Его нашла сотрудница отеля. Кива лежал на животе, лицом в снегу, и вокруг него была большая лужа крови, сообщает база. Сейчас на месте работают сотрудники полиции и спецслужб. Далее появились следующие подробности, сообщает РИА Новости. Тело предположительного экс-депутата Верховной Рады Киевы найдено в подмосковной деревне Супонево Одинцовского района. Уже сообщили РИА Новости в экстренных службах. Окрабавленное тело Ильи Кивы, сообщает МАШ, обнаружили лежащим на снегу на территории парковой зоны отеля Велич Кантри Клаб в деревне Супонево. По информации источника МЭШ, на правом виске была резаная рана, друзья, это появилась первая информация, на левой части лица гематома. И после этого, естественно, что появились другие подробности. Вот первая информация, еще раз база, которую мы с вами посмотрели. Кива лежала на животе лицом в снегу, и вокруг него была большая лужа крови. Далее окрывавленное тело Ильи Кивы. По информации на правом виске была резаная рана и на левой части гематома. Далее у Кивы была видна колотая рана в районе виска и шишка на голове, так сообщают по предварительной информации. По источникам всем медиа сообщили эту информацию. Ну и самое ключевое, которое появилось уже после этого, кто является бенефициаром, заказчиком и реализатором убийства Ильи Кивы. Следующая информация появилась уже чуть позже, ближе к вечеру. Убийство экс-депутата Верховной Рады Ильи Кивы организовала служба безопасности Украины, друзья. Так, итак, друзья, по данным собеседников издания «Суспильная, громадская, украинская правда», со ссылкой на источники в спецслужбах Украины, Кивы был убит из стрелкового оружия. Об этом также пишет уже BBC. Официально служба безопасности Украины о причастности к убийству Ильи Кивы пока не заявляла. Тут очень важный факт, друзья. СБУ никогда не будет официально объявлять о причастности действий на территории Российской Федерации. Бывший замглавы СБУ, господин Ягун в эфире телеканала «Прямой», общаясь с нами, сказал, что СБУ не имеет права на сегодняшний момент, а его информация действует на территории России, на территории противника расиста, на территории Оркостана, и поэтому надо будет отрицать. Поэтому о каких вообще может быть официальных позиций СБУ, о причастности к убийству Ильи Кивы, пока это вообще невозможно. Значит, окровавленное тело Ильи Кивы обнаружено на территории парковой зоны отеля «Велич Кантри Клав» в деревне Супонево Одинцовского района. На правом виске резаная рана, хотя это было, опять же, это было стрелковое оружие. На левой части лица гематома, маш и база, вот уже об этом написали. Мы сразу вам даем фиксацию, чтобы вы понимали, что эта информация корректна. Кива лежал на животе лицом в снегу, и вокруг него была большая лужа крови. Еще раз, на сегодняшний момент последняя информация. Убийство экс-депутата Верховной Рады Ильи Кивы организовала служба безопасности Украина. Сообщили сразу несколько источников. Суспильная, граммадская, украинская правда, у которых уже появились свои источники в украинских спецслужбах. Самый важный момент, да, что мы в этом блоге с вами обсудим последнее сообщение Ильи Кивы, уже, как можно сказать, предсмертное сообщение Ильи Кивы. И вот оно, друзья, посмотрите просто сейчас. Последний пост своей жизни в Телеграме сегодня в 8.48 утра написал Илья Кива перед смертью. Убит он был в 3 часа дня в Москве, в Подмосковье. Как говорится, зачитаем вам. Зеленскому лучше сейчас покончить жизнь самоубийством. Илья Кива в своем последнем посте желал смерти президенту Украины. Сегодня утром Кива призвал Зеленского к самоубийству. Да призывался, друзья, как говорится. Последний пост Ильи Кива про Зеленского звучит так. Зеленский не верит в гарантии безопасности ни своей личной, ни своей семьи, предоставленной Вашингтоном, хотя план эвакуации давно готов и отработан. Он переживет, что после победы Трампа в Америке его выдадут в Москве или просто ликвидируют источник из офиса президента. В общем, закономерный конец у Зеленского. Следующий покончит с жизненным убийством. Об этом всем Илья Кива говорил перед смертью своей. И пока, друзья, я готовлю для вас этот пост. Появилась эксклюзивная информация от спикера Главного управления разведки Минобороны Украины Юсов, который эксклюзивно просто сейчас в эфире подтверждает смерть Ильи Кивы. Давайте посмотрим эксклюзивно самое свежее видео по поводу ликвидации этого оккупанта, коллаборанта и предателя. Ну, сейчас все информационные каналы заповнены информацией про то, что зрадник, колишний народный депутат Илья Кива в России знайден мертвым. Чи есть у вас какая-то информация о чем-то этого? Ну, насамперед, вітаємо всіх українців, а також добрих людей в усьому вільному світі з Днем Збройних сил України. І так, можемо подтвердити, що Кива – все. І така доля спідкатиме інших зрадників України, а також посіпак путинського режиму. Нагорода знайшла свого героя. Ви, мабуть, не чули, наші глядачі не чули, а я чула, як наші редакторські зараз раділи, тому, що ви підтвердили цю інформацію. Тому, дійсно, хотілося б, щоб така доля спідкала у всіх зрадників України, тому що більшого вони не гідні. Щодо іншої, хотіла вас… Днем Збройних, вважає, був один з найбільш огидних покидків зрадників і колаборантів, тому тут можна лише констатувати, що справедливість, вона має різні форми. Так. Друзі, саме ексклюзивні подробності просто щас в цьому блогі. Вот тільки що обартіте внимание, що спікер Главного управління розвідки Минобороны України Юсов підтвердил смерть Києва. Але дуже важний момент, що Служба безпеки України не взяла ответственность за це событие. Ми розуміємо, що вона обладає ексклюзивно і секретної інформацією, о тому, що Ілья Києва действительно ліквідуван, і це вже офіціальне підтвердження Главного управління розвідки Минобороны України. Щас посмотрим на фінал меми, які зв'язані з убийством Ілья Києва. І давайте вспомним, як Ілья Києва постоянно в своїх пропагандистських телеграм-каналах і на медіаплощадках говорила о тому, що генерал Буданов, глава Главного управління розвідки Минобороны України, ліквідуван, убитий і так далі. І вот карма вернулася в действие, тому що він, який постоянно кричав о смерти нашого глави спецслужби, нашого глави ГУР Минобороны України, генерала Буданова, сам ліквідуван. І це дуже важливо, друзі. Друзі, Аюсов започив, що така судьба ждет всіх предателей України. Це дуже важливо. Це звоночок всім предателям України. Следуючий, интересно. Прошу вас, напишіть в коментарі, як ви считаєте, кого спецслужби України ліквідирують в следующем. І саме головне, кого необхідно ліквідувати в следующем. Ну а тепер посмотрим. Це дуже, кстати, дуже интересно ваше мнение. Поставте лайк этому видео, напишіть в коментарі, кого із предателей необхідно ліквідувати в последующей. Пишіться на мой ютуб-канал. Даші щастливі. І якщо ви традиційно смотрите мене з телеканала прямой, нажміть на названня, там буде можливість підписатися. І саме головне, друзіям, це то, що Ілья Кива, він свою смерть предвидел. Запомните, написав Ілья Кива в своєм пропагандистському, рашистському телеграм-канале. Якщо його найдуть мертвым і скажуть, що це очередне самоубийство, не вірте, його убили. Ілью Киву убили. Ну тут, конечно же, учитывая то, що це були колоті, ножеві раны, що це було огнестрельне ранення, що був весь в крові, і що ліквідація тупого предателя, коллаборантів, пропагандиста Ілья Кива, це спецоперція СБУ. Преступника ліквідували із стрелецкого оружия. Це, конечно же, дуже слабо похоже на самоубийство, але мені кажуть, що спецслужби України і не хотіли, щоб убійство предателя, коллаборанта Ільи Кива було похоже на самоубийство, тому що, ще раз говорю, що це сигнал всім спецслужбам, сигнал для всіх коллаборантов, що їх будуть ліквідувати, ніяких самоубийств. Друзі, ну і, естественно, що я б хотіла, щоб ви посмотріли ці меми, які посвящені Ілье Киву, як я считаю, одну із лучших обложок. Да, сьогодні була признана Тайлор Свіфт «Человеком года» по версії журнала «Тайм», ну а смертью года по версії журнала «Тайм» є смерть Ільи Кивы. Сьогодні дуже емоціонально телеграм-канал і медіа, соцсети реагують на гибель коллаборанта і предателя. Давайте на фінал цього блога посмотрим і відео, яке він зробив, і, звісно ж, обсудимо біографію Ільи Кивы. І так, що ми знаємо на сьогоднішній момент. 13 ноября український суд заочно приговорил Киву к 14 годам по делу государственного зміни. Кива находился на территории России і був объявлен в міждународний розыск. Це дуже важливо. Друзіям, незадолго до российського вторження, він покинул Україну, а после начала вторження виразив підтримку России, т.е. предав нашу страну. Він предлагав объєдинить Україну і Росію, т.е. це просто террорист номер один, прошу прощення, террорист номер один – це Путин. І назвав Владимира Путина, цитата, великим правителем. За нескільки часів до вторження Кива заявила, що українському народу треба освобождення. Друзі. А українські і білорусі, і росіяни – це один народ. Остається такий вопрос, скільки мільйонів доларів, йому заплатив Медведчук і Путин, щоб він предав нашу страну. В марте 2022 року Верховна Рада лишила Киву депутатського мандата. Тодавже прокуратура начала расследование в отношении Кивы по статье «Государственные изменения». До вступления в оппозиційну платформу Илья Кива был коммунистом. Тут знаєте, як говориться, троєточие, без комментариев. Затем выдвигався в президенты асесаристической партии. Ще один шок-контент. В 2014-2015 годах он участвовав в силовой операции в Донецько-Луганской областях, высказывався за насильственную украинизацию Донбасса. Ещё один шок-контент. Был советником эксклава МВД Украины Арсена Абакова, возглавлял департамент противодействия наркопреступности национальной полиции Украины, руководил одним из региональных отделений правого сектора. Что очень важно, что Илья Кива символизирует то, как много коллаборантов было на территории нашей страны, до полномасштабного вторжения, как много их есть сейчас, и, возможно, они будут и после нашей победы. И, как говорит известный военно-аналитик Роман Светан, ключевая задача на сегодняшний момент украинского общества, наших спецслужб, это тотальная чистка и ликвидация коллаборантов. Мы должны почистить наши ряды, наше общество от тех людей, которые предали нашу Родину, которые считают, что они должны быть с Россией, и которые на сегодняшний момент работают на нашего врага, на врага Украины. Сегодня день вооружённых сил Украины. Слава силам обороны, героям слава, слава нашим защитникам. И самое главное, что в этот день, в День вооружённых сил Украины, ликвидировали коллаборанта Илью Кива. Как только я вот сейчас читаю вам этот блог, общаюсь с вами, я прочитала следующие эксклюзивные подробности. И ещё раз, по информации РосМИ, только что информация обновляется постоянно, коллаборант получил смертельное ранение в лесопарке, и, стекая кровью, какое-то время он шёл по тропинке в сторону основного здания отеля. Тело без признаков жизни было обнаружено в двух-трёх минутах ходьбы от отеля. Резаная рана, огнестрельное ранение, которое за обильным кровотечением не разглядели сотрудники правоохоронных органов. То есть вначале огнестрельное ранение сотрудники правоохоронительных органов просто не смогли разглядеть именно из-за этой раны. Сейчас ещё смотрю, я постоянно в режиме онлайн, онлайн смотрю новую последнюю информацию, спецоперация СБУ, все об этом говорят, и это самое важное. Давайте ещё пару строк из биографии Кивы, тоже об этом сообщают все. В 2017 году вступил в социалистическую партию, после в оппозиционную платформу «За жизнь», был избран депутатом Верховной Рады и со временем изменил свою риторику. Вот это то про то, что мы сегодня, к сожалению, не на высоте при борьбе с коллаборационизмом, потому что такие люди, как Илья Кива, смогли стать народными депутатами Украины. Это, конечно, большая трагедия для нашей страны. В январе 2022 года Илья Кива сбежал из Украины, оказался в Москве, поддержал начало войны России против Украины, активно участвовал в российских политических ток-шоу, выступал за уничтожение украинского руководства, за уничтожение генерала Залужного, Верховного Главнокомандующего, президента Зеленского. Даже российские пропагандистские ресурсы относились к нему плохо. За канал записки ветерана описал Илью Киву предателя так, одиозно это так, к слову, на самом деле, переобувшийся несколько десятков раз в воздухе человек, который так и не смог до конца жизни определиться, кто он на самом деле есть. Право публицист Евгений Норин, покойный Кива, уникальный человек, ему удалось объединить русских и украинцев, на тот свет его с одинаковой березгливостью провожают и те, и другие. Да, друзья, это некролог, это некролог Палья Кива, который просто сейчас пишут все медиа, действительно, активно об этом всем сообщают. В Москве просто сейчас ищут нападавшего, объявлен план перехват, друзья. Я прошу вас, будьте с нами, будьте с вооруженными силами Украины, будьте с Украиной, подпишитесь на мой YouTube-канал, даже если вы, мы боремся против русской пропаганды, это очень важно. Сегодня день, 6 декабря, день вооруженных сил Украины, еще раз, слава Украине, героям слава, мы обязательно победим. Друзья, спасибо, что вы были с нами, поддержите телеканал прямой, поддержите мой YouTube-канал, напишите комментарии, что вы об этом думаете и кого следует ликвидировать вооруженным силам Украины, спецслужбам и с коллаборантом следующими, как мы должны бороться за нашу независимость, за нашу территориальную целостность. Будьте с нами, слава Украине, героям слава, друзья. Промашему.